Так, ну что, всем привет! Я сегодня на лоб, последний день, третий, и я, в общем-то, знаете, как впечатлилась, наслушалась и поняла, что готова выходить к вам в эфир чаще, поэтому я решила не ждать, пока приедут наши мальчики, а взять просто телефон, шнуровой микрофон и, в общем-то, начать. И сегодняшнее видео я хочу сделать такое, знаете, как люди любят делать, как тренды ютуба любят, но дело все не в этом, потому что мне сегодня хочется об этом вам рассказать, поэтому мой блокнот, в котором не так много записей, но самое главное, я для вас записала, и сегодня будет, у меня написано 10 инсайтов, но на самом деле хер знает, сколько этих инсайтов будет. Поэтому делюсь с вами самыми ключевыми мыслями, возможно, вы их знали, скорее всего, слышали, но я уверена, что редко делали. Итак, первый мой инсайд, который со мной здесь случился, это то, что люди платят за обучение. 7 тысяч человек, даже если мы предположим, что 30% получила билеты в подарок или за партнерство, или за что-то еще, огромное количество людей покупают билеты, отдают деньги. В среднем, даже если это было 2-3 тысячи гривен, это достаточно много, учитывая то, сколько сегодня зарабатывают обычные люди, то бишь мы готовы платить, и это говорит о том, что обучать можно и нужно, и просто нужно делать это лучше всех остальных. Второе, второй инсайд, который мне очень понравился, вчера, если я не ошибаюсь, эти слова произнес Дмитрий Дубилет, Монобанк, он сказал очень классную фразу, проще и еще проще. Максимально упрощайте свой продукт, максимально упрощайте то, что вы делаете. На самом деле, сегодня наше внимание очень сильно расфокусировано, сегодня огромное количество информации, сегодня всего очень много, поэтому, что бы вы ни делали, делайте это максимально просто. Не заставляйте ваших клиентов, как-то очень сложный путь клиента переживать для того, чтобы доходить до покупки, искать кнопку на вашем сайте, как купить. Сложно понимать, что именно вы продаете. Максимально упрощайте ваш продукт. Каждый раз, когда вы придумываете какую-то технологию, когда вы что-то хотите продать, рассказать, сделать, постоянно задавайте себе один и тот же вопрос, как сделать это еще проще, еще проще, еще проще и так далее, чтобы все было максимально понятно. Это в руках тетрадка, я ее держу и для того, чтобы ее у меня забрать, нужно подойти и дернуть. Если вы дойдете до этого в вашем бизнесе, то ваши продажи будут расти. Очень классная концепция бета, которую также сказал вчера Дубилет, я даже это запомнила. Суть очень простая. Когда вы хотите что-то запустить на большое количество людей, оттестируйте это сначала на маленьком количестве людей. Буквально сегодня я посмотрела наш выпуск с Толарисом, где Юра сказал такую фразу, что да, наш сайт сейчас плохой, но нам нужно оттестировать, мы сейчас настроим рекламу на то, чтобы люди заходили и покупали, а сайт мы будем улучшать в процессе. Нет. На самом деле, если мы хотим оттестировать покупки, то нужно взять какую-то определенную группу людей, возможно выделить ее со своей базы, предупредить ее о том, что дорогая база клиента, у нас появился сайт, пока рагульный, кривой и так далее. Мы очень хотим вас попросить здесь попробовать попокупать. То есть не делать это для этого всемирную презентацию, не нагонять большое количество платных клиентов, которые один раз зайдут на сайт и скажут, да нет, это рагульный сайт, мы тут ничего покупать не будем. Они же не знают, что мы тестируем, а вот нужно, чтобы люди знали, и тогда они нормально будут к этому относиться. Это точно так же, как запуск ресторана в тестовом режиме, как что-либо в тестовом режиме, и вы об этом заявляете своей группе пользователей. Вы открываете фитнес-центр, значит вы приглашаете 20 своих друзей или 20 своих клиентов каких-то, и говорите, ребята, пользуйтесь бесплатно, но пожалуйста, дайте нам обратную связь, для того, чтобы мы могли сделать это лучше. Концепция бета, запоминаем. Следующий инсайт, который со мной случился, я поняла, он, кстати, очень глобальный и большой, я очень долго думала над тем, почему раньше, когда мы что-то делали, мы становились известными, мы достаточно быстро начинали продавать, а сейчас нет. Почему раньше, когда мы давали рекламу в Google AdWords или где-то в другом месте, мы выделялись среди всех остальных, а сейчас нет, но кто-то же все-таки выделяется? Так вот я поняла, в чем дело. Феномен на самом деле заключается в том, что сейчас начали делать все, худо, бедно, все делают как-то не очень хорошо, но уровень шума, знаете, как птички, каждая из которых начала орать в саду. И вот этот вот шум мы все время слышим, это наша реклама, это наши какие-то продукты, все кричат одинаково. Для того, чтобы выделиться, нам нужно кричать громче. Почему Тимофеев собрал эту конференцию? Ведь огромное количество интернет-специалистов, которые продают кучу тренингов, по воронкам, по прочим всем вещам, которые продает Олесь. Он просто делает это не лучше остальных, он делает это громче, у него больше денег на маркетинг, он лучше пакует свой продукт, то есть он над всеми, его голос громче всех. Какими способами мы можем это сделать? Ну, два основных способа существуют. Первое, это деньги, перебить всех рекламным бюджетом. Второе, внимание, если у вас нет денег, ищите то, что вы можете поменять вместо денег и улучшить. Как это делать, смотрите, я буду обязательно дальше рассказывать. Инсайт номер пять. Все лажают. Сегодня мы ждали спикера Марина Могилко, девушка, которая сейчас живет в Америке, она не прилетела. Буквально несколько месяцев назад я пришла в этот же дворец спорта на Пяти Осипов, который вообще не приехал. Лажают абсолютно все. У меня была ситуация, когда не приехало четыре спикера из-за границы. Это уже уровень норм, люди нормально на это реагируют, потому что организаторы научились красиво выходить из этих ситуаций. Как показывает опыт, на самом деле люди приходят не конкретно на какие-то имена и фамилии, они, самое главное, удовлетворить их желание. Поэтому все лажают, и, слава богу, из моей практики все красиво из этого выходят. Так что расслабьтесь, если вы лажаете, ищите способ, как быстро выйти в красивой ситуации. Если вы продаете какой-то недорогой продукт, то лучший способ, и у вас нет рекламного бюджета, лучший способ сделать так, чтобы вы могли его продвигать, это найти адекватных, человечных блогеров, которые подходят вам по ЦА. Это очень важно. И прислать им свой продукт со словами, если вам понравится мой продукт на самом деле, мне будет приятно, если вы меня отметите. Но это не обязательно. И пусть на самом деле это будет не обязательно. Невероятное количество людей, включая меня, если у вас хороший продукт, обязательно вас отметят и обязательно дадут вам рекламу. Все блогеры говорят о том, что сегодня вот этот момент человечности побеждает даже над деньгами. Инсайт номер 7. Сегодня об этом сказал Фидориф, и он очень важный. Он сказал такие слова, что иногда приходится разрушить хорошее старое, чтобы построить еще более крутое новое. Если вы чувствуете, что вы достигли потолка, если вы чувствуете, что вы перестаете кайфовать, развиваться, вам не хватает этого развития, у вас может быть все хорошо в бизнесе, а может и не хорошо, но вас это перестает зажигать, не бойтесь идти и начинать делать что-то по-другому, строить что-то новое. Это круто, и даже если у вас не сразу получится, это даст вам огромное количество сил и энергии. Кстати, мне все время вспоминается сеть ресторанов, которая называлась Олива, которую владелец взял, закрыл, убрал название, сеть не закрыл, убрал название, и целый год сеть жила без названия, и он делал какую-то там перестройку. Мне, кстати, не нравится то, каким образом перестройка произошла, но хозяин счастлив. То же самое можно сказать обо мне, которая ушла со свадебной стороны в поисках того, чтобы сделать что-то другое, новое. Я очень рада, что спустя несколько лет я себя наконец-то начала обретать, и понимаю сейчас, что я это сделала абсолютно не зря, ни капельки не жалею. Инсайт номер восемь. Иметь одну профессию – непростительная роскошь. Об этом сегодня сказал опять-таки Федориф, и в данном случае речь идет не о том, чтобы у вас было много направлений в бизнесе, а о том, что сегодня для того, чтобы быть классным человеком в бизнесе, у вас должно быть четыре ключевых компетенции. Первое – вы должны быть специалистом. Специалистом в одном деле очень конкретно, в чем-то очень хорошо разбираться. Я, например, отлично разбираюсь в бизнес-процессах. Второе – вы должны быть бизнесменом, то бишь вы должны уметь продавать это другим людям, менять свои компетенции на деньги. Третье – вы должны быть селебрити, вы не должны бояться публичности. На сегодняшний день продажи через личный бренд, продвижения через личный бренд рулят все активнее, поэтому если вы до сих пор этим не занимались, вы уже проиграли. Но если вы не будете этим заниматься, то вы проиграете в будущем на 100%. И, наконец, это диджитал-гуру. Хотите вы того или не хотите, вы можете не уметь и, скорее всего, не должны уметь все абсолютно настраивать, запускать все воронки, но вы должны прекрасно разбираться во всех технологиях в интернете, выбирать для себя те источники, которые для вас являются наиболее целевыми по аудитории, и вы должны там находиться. Находить себе специалистов, делать это самостоятельно, как хотите, но вы должны уметь продвигаться через интернет и делать это непосредственно своими силами или какими-то чужими. Вот ключевые, еще раз, специалист, бизнесмен, селебрити и диджитал-гуру. Предпоследний мой инсайт. Время больше не деньги. Сегодня время важнее денег. И это действительно так. Вы можете одно и то же количество времени потратить на абсолютно разные вещи. И можете не заработать, можете заработать много, а можете заработать гораздо больше. Поэтому на сегодняшний день время ваш самый ценный ресурс. И хорошенько перед тем, как на что-то его потратить, задайте себе вопрос. Нужно ли его тратить на это? Ну, а лучше меньше задавайте вопросом, а больше действуйте, потому что действительно в последнее время мы стали сильно умными. Мы очень много думаем и из-за этого стали мало делать. Это, кстати, еще один инсайт, который родился прямо сейчас. И, наконец, в завершение. Слова, которые мне сегодня очень понравились, я уже не помню, кто их сказал. Маркетинг – это не акт, маркетинг – это процесс. Никогда не думайте о том, что сейчас вы сделаете что-то, что всю жизнь будет на вас работать. Как вы создадите какое-то мероприятие, какой-то информационный повод, что-либо, что сделает вас известным. Нет, маркетинг – это то, с чем вы просыпаетесь и живете каждый день. Несколько лет назад я была на одном мероприятии, где один очень уважаемый мной человек сказал очень классную такую фразу, что раньше, как просыпается обычный человек, вот так. Обычный человек просыпается, идет завтракает, потом собирается, потом идет на работу. Но если ты претендуешь быть не обычным человеком, а ты блогер, ты персональный бренд простраиваешь, то перед тем, как проснуться и пойти позавтракать, ты изначально берешь конфетти, разбрасываешь его, фотографируешь себя счастливым и лучащимся, полчаса девушка еще перед этим красится. И, в общем, спустя три часа после удачной фотосессии, сторис и доброго утра со своими зрителями, ты можешь дойти до завтрака и выпить свою первую чашку кофе. Вот такие инсайты у меня были. Если вам нравится это видео, пожалуйста, поставьте лайки, не забудьте подписаться на канал. И у меня появилась гениальнейшая идея – выходить с вами на связь в течение 100 дней каждый день. Если вам это нравится, пожалуйста, напишите, Оля, мы очень этого хотим, и я буду давать вам полезный контент 100 дней подряд. Все, я пошла учиться дальше. Пока!